САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ОПРОС В МОЕЙ ЖИЗНИ КИЧЕНЕС ИЛИ МАЯ ЧУБ Вы не представляете, насколько сильно я люблю Китченес и Мая ЧУБ Погодите Это же одно и то же, господи боже Каркар, замечательный и прекрасный Ядан Кар Этому свитеру сейчас не место, потому что Новый год уже был фигз Он не знает когда, но мне нравится этот свитер и он может делать вот так В общем, сегодня мы будем проходить самые странные опросы, самые сложные, самые смешные Поехали Самый важный опрос в твоей жизни Это, кстати, у меня на странице сейчас есть Китченес или Мая ЧУБ Я решил спросить у вас, что же вы думаете по этому поводу Честно, я выберу Мая ЧУБ Я думаю, что процентов 40 будет Серьезно? 91 почти процент за Китченес И только 9,2 за Мая ЧУБ Но я в меньшинстве Хва 1900 людей проголосовали за Китченес И только 200 за Мая ЧУБ Ужас Когда вы спите, время вокруг вас замедляется в два раза Ага, понял Проще говоря, вы поспали 10 часов, но для остальных людей прошло всего 5 Да Я продам все на свете за это Погоди, ну а что там за второй вариант? Вы абсолютно легально получаете гражданство любой страны на выбор плюс паспорт Язык изучать Зачем мне нужно гражданство? Я высплюсь, если я выберу пи... Серьезно 50 на 50 Вы недооцениваете первый вариант, ребята О, господи, боже мой Фу Что бы вы выбрали? Иметь личный самолет Или же иметь личного раба Законно Как можно иметь личного раба? Законно Рабство не разрешено ни в одной стране Цивилизованной В permis Конечно же, личный самолет Если бы даже у меня был раб, я что, на нем мог бы полететь? А? Это что, раб Аладдин был бы со своим ковром? Нет, я хочу личный самолет АРАБСКАЯ ОООООООООООООООО � pal Народ-народ-народ Надо поставить лайк Надо поставить лайк этому ролику Эээээ, вот Я даю вам время, давай Раз Два ТУРИ Все, отлично, поставили, надеюсь Не обманывайте меня. Все, нормально. Слушай, 35% людей действительно поменяли бы личный самолет на личного раба. Вы что, серьезно? Личный раб и личный самолет. А, господи, люди такие странные. Что бы вы выбрали? Слетать в США на две недели с безлимитной карточкой, но покупать там недвижимость или что-то подобное запрещено? Или же однокомная квартира возле центра в любом городе России? Китченес. Ха-ха, я бы полетел в США на две недели, почему нет? 38%! Да почему я всегда в большинстве? Мне говорили, что в то или это добавили меня в некоторых вопросах. Я не верю в это на самом деле. Сейчас я попробую это посмотреть, не знаю. Вроде как говорят, я сюда попал. Твиттер или ВКонтакте? Ну, кто пишет ВКонтакте? Ты с какого года, господи? ВКонтакте пишется вместе. ВКонтакте, я больше ВК сижу. 82% за 82%. Алмата или Астана? Китченес. Аааа... Киев? Я в Киеве. Я знаю чувака с Астаны, вроде. Фоу-лау-лау... Что это такое? Это определенно самый лучший вопрос, который я видел в своей жизни. Опрос, который мы заслужили. Фоу-лау-лаус или же... Оьян-эц-хээлб. Ну, я считаю, что... Мы вместе тут с друзьями подумали. Аналитику провели. Фоу-лау-лаус все-таки ближе мне. Фоу-лау-лаус все-таки ближе мне. Я в меньшинстве. 12 плюс или 16 плюс? О чем ты ведешь речь? Я надеюсь, что о фильмах. Пусть будет 12 плюс. Квартира? Хм. Дом. Хм. Что? Зачем здесь, блин, смех? Зачем здесь скобка в конце слова? Что это за привычка такая? Писать скобку после каждого слова? Я, правда, смеюсь после каждого слова. Но это нормальная привычка. А скобки после каждого слова? Это плохая привычка. Я, наверное, дом хотел бы. Да, 69%... Эта цифра меня преследует. 69% за дом. Первый класс или универ? Первый класс или универ? Ааа, блин, я ни туда, ни туда не хочу. Можно нажать на или? Или. Я выбираю или. Ладно, пусть будет первый класс. 49%? Ну такое. Быть каркаром-донкаром или же быть никем? Блин. Мне очень интересно, что сейчас будет. Сколько людей хотели бы быть донкаром? Господи, это странно. Не надо быть донкаром. Не надо. Донкар только тут один. Я, я донкар. Каркар. Быть, ну, донкаром хорошо. Я вроде как есть донкар. 63%? Так, 37% хейтеров. Ну-ка, пацаны, надо уничтожать хейтеров. 13 пользователей захотели быть никем, чем мной. То есть, они лучше будут никем, чем будут донкаром. Ух вы, ух вы. Блин, я реально есть в этой игре. Мама, папа. Я добился чего-то в этой жизни. Что бы вы выбрали? Уметь понятно и быстро объяснять людям сложные вещи или же уметь сходу понимать, о чем говорит человек и моментально обрабатывать информацию? Я что? Хочу быть компьютером? Я выбираю. KitchenAid. Да ладно. Вот это. Понятно и быстро объяснять людям сложные вещи. Это что, мое наказание? Я уже третий раз подряд выбираю то, что меньше. Ну, кроме самолета. 13%. 13%. Что бы вы выбрали? Способность изменять свой внешний вид? Все то, что непосредственно видят люди. Или же способность изменять свое внутреннее содержимое? То, что скрыто от человеческого глаза? То, что внутри важнее, чем то, что снаружи, поэтому... Ну, наконец-то я в большинстве. Ну, наконец-то пришел тот момент. Ха-ха. ПА! Апа-па-па! Лучше комментарий дня. Чтобы туда попасть, вы просто пишите комментарий. И я выберу потом с комментов. Какой-то. Думать, что ты красивый, но быть уродом. Думать, что ты урод, но быть красивым. А есть вариант? Думать, что ты урод и быть уродом. Ха-ха-ха. Это мой вариант. Ну, ладно. Смешно. Иметь высокооплачиваемую работу на всю жизнь? Можете менять работу, если захотите. Или же способность уменьшать и увеличивать предметы до их первоначального размера? Уменьшать предметы, которые больше размера фуры нельзя. Зачем уменьшать или увеличивать предметы? Че, господи, о чем ты? Вот так. Ну вот, мы на правильной дорожке, смотрите. В большинстве уже второй раз. Учеба или сон? А-а-а. Учеба. Ну, вы поняли. Очень спящая, сонная учеба. Что бы вы выбрали? Оказаться голым в холодном море? Че-то не привлекает на самом деле, но читаем дальше. В 20 километрах от Норвегии. Вообще, если честно, не привлекает. С каждым словом все меньше привлекает. Вероятность спастись непредсказуемая. Какая вероятность спастись? Ты в холодном море, в 20 километрах от Норвегии. Че, поехавший, что ли? Там невозможно спастись. Или же оказаться в небольшом северокорейском городке без денег и документов. Дальнейшее развитие событий непредсказуемо. Слушай, ну там я хотя бы буду иметь некоторые шансы на спасение. В холодном море 20 минут и все. Тоби трындец. Да. Какие идиоты выбрали быть в холодном море? Я когда воду холодную открываю у себя дома, я не знаю. Я думаю, что я почувствовал все, что только можно почувствовать в Антарктике. Я считаю, что у меня из крана идет не холодная вода, а лед. Минус 200 градусов по Цельсию. Два удара в живот, один в... Кто делает эти опросы? Это прекрасно просто. Блин. Куда бы я выбрал? Куда бы я бил? Вообще никуда не надо бить. Но в этом случае, наверное, все-таки вот так. Не знаю. Яблоко или сигареты? Слушайте, если сигарет больше 10%, то я ухожу с этой планеты. Я ухожу с этой планеты! Пожизненный запас чипсов или же пожизненный запас пиццы? Господи, я поставлен в тупик. Я поставлен в тупик этим вопросом. Я не знаю, что, блин, лучше. Наверное, все-таки пицца. Я чипсы не так сильно люблю, как пиццу, поэтому... Пицца, иди сюда! 86% такие же, как и я, братаны, идите сюда. Ладно, давайте, спасибо всем, что здесь были. Это видео, которое вы можете посмотреть прямо сейчас. А если вы уже их видели, то просто заходите в описание и тыкайте на тот плейлист, который вам понравится. Я уверен, вы найдете что-то, что вам будет прям вообще... Давайте, удачи и пока. Встретимся сегодня, Элиза.